Привет всем! Сегодня ходили опять в супермаркет, так как сейчас у нас канун Пасхи, закупили кое-какие продукты, чтобы уже не выходить больше. Сегодня у нас воскресенье, это пальмовое воскресенье, как в России вербное, здесь пальмовое. И вот хочу показать, что мы купили. Ну как бы предпраздничный день. В Италии на Пасху не кушают, как у нас куличи, а кушают вот такие коломбы. Вот такой коломба. А, коломба, классика. Стоит 2,86. Это коп. Но мы специально купили такой, потому что мы смотрели, чтобы не было никаких плохих ингредиентов. Здесь все натурально. Вот мука, сахар, цедра апельсина, сироп, сливочное масло, желудки, натуральные дрожжи, миндаль, фундук, молоко. И все сделано вручную. Без трансжиров, без маргарина, без е-е-е. Ни одной буквы нет. Натуральный. И вот его покрывают такой сахарной глазурью, и потом еще миндальные орешки втыкают. Вот это традиционная сладость пасхальная, итальянская. Купили. Сейчас покажу еще поближе, что получится. На Пасху в Италии принято кушать ягненка с зеленым горошком тушеным. Это как традиционное блюдо. Поэтому мы купили плечо ягненка с Пало-ди-Анелло. Это стоит за килограмм 13,70. И этот кусок у нас, это плечо, 9,86. Фунги Плеуротус, это наши вешенки. Вешенки 3,67. За 737 грамм. Потом купили корочка. Но это мы их заморозим, будем потихоньку иногда кушать. Почем они тут? 2,65 за килограмм. Здесь в этой коробке, это большая коробка. 6,50. Мы их маринуем и жарим на гриле часто. Это без... Это не геномодифицированные. Это натуральные. У нас сегодня как куриный день. Мы еще купили печенки. Печенка куриная. Так, сколько она тут стоит? 4,95 за килограмм. Это коробочка 1,25 евро. А это желудки. Печенку и желудки мы жарим вместе. И получается такое, как бы, жаркое. Желудки 4,05. За этот пакетик рубль. 1 евро и 17 чем-то и 7. Еще купили такой салат Витлус. Индивий. Бельгийский. Это цикорий. Мы тоже с ним разные закусочки делаем. Разные салатики красивые. Он смотрится, как лодочка. Эти листики, когда отделишь, они как лодочки. Их можно наполнять чем-нибудь морепродуктом, морепродуктами или еще чем-то. Так, еще купили опять галлопадану. Потому что сегодня скидочки были неплохие. Вот этот кусок. 8,40. Вот, натираем его везде и все добавляем. Потом купили вот такую моцареллу, которая специально для пиццы. Она лучше для пиццы, потому что в ней меньше воды. Такая моцарелла Санта-Луччи. Мы моцареллу храним в морозилке. И достаем, когда нужно. И готовим с ней. Потом еще купила такое масло. Сливочное. Это сделано прямо из сливок. Видите, тут написано. До Панна Итальяна Ди Чентрифуго Буро. Это очень хорошее сливочное масло. Сделано прямо из сливок. Без всяких добавок. Натуральное. А здесь еще есть за ней рецепт. Пасхальные печенья. Цыпленки. Видите, как сделать цыпленочков из печенюшек. Вот тут подробный рецепт. Кстати, неплохой. Если кто видит, можно сделать такое печенье. Ну, я о чем хотела сказать, что вот это масло сливочное. Натуральное. Кто хочет натуральное, надо брать, чтобы было написано, сделано из сливок. Это самое лучшее масло. А вот такое масло, например, тоже пишут сливочное масло. Беру не для того, чтобы кушать так, а я добавляю в разную выпечку. Или если блюда какие-то готовятся, то я туда добавляю, потому что здесь, видите, пишут, содержит молоко, латте и продукты на базе молока. Видите, включая лактозию. Лактозию. Это масло, пишут, буро масло, но сливочное. Оно не чисто сливочное. С разными какими-то добавками. Поэтому, кто хочет чисто сливочное, должны брать такое, чтобы было написано допадно. Сделано из сливок. Так, что еще у нас тут есть? А еще такие перчики. Взяли сетку перчиков. Разных, разных, разных. Кажется, они евро с чем-то. Евро тридцать, по-моему. А, и еще тут у нас клубничка опять. Свеженькая. А, вот еще купили опять фарш. Начината. Опять теленок взрослый. Тут пишут, видите, крупно, сколько жира содержит этот фарш. Мы сегодня в КОП ездили. Все продукты из КОП. Это такая сеть магазинов здесь в Италии, популярная. Ну так, сегодня что мы будем кушать? Не знаю, или пожарим печенки с этими желудками. И кухничку, наверное, какой-то десертик. Уже на вечер придумаем что-нибудь. Вот это примерно все, что мы купили сегодня. Вот это итальянская Коломбо. Коломбо классика. В общем, такой сладкий бисквит. Типа. Но готовить его очень трудно, конечно, думаю. Видите, посыпаем сверху крупный миндален. Гранулированным сахаром. И это все глазурь тоже смешан сахар с миндален. С миндальной мукой. Вот мы купили такую Коломбо. Будем кушать ее на Пасху. Это итальянская традиция. Кушать Коломбо. И плечо ягненка. У них принято... В Италии здесь. У католиков принято кушать ягненка. Или запеченого с горькими травами разными пряными. Или тушеного с зеленым горошком. И белым луком, и белым вином. Это пасхальное блюдо. Видите, оно уже продается нарезанное такими ломтиками. Это плечо. Ягнятину надо обязательно кушать на Пасху. И в эту Коломбо. Это традиционное блюдо. Еще детям дарят шоколадные яйца. А яйца здесь не красят никто. Нет, они приняты. Такие традиции. Продолжение следует...